Вода, ну, она уже чуть больше, видите, сколько? 164 уже. Да. Это из-под крана вода, простая холодная, из-под крана вода. Видно, да? Наши хамук покруче, чем дорогая минеральная вода? Нет, хуже. Хуже? Хуже, да. Вода дорогая, чуть-чуть получше. Потому что плюсовой ОВП – это то, что забирает наши клетки. Сейчас я добавлю. Да, да, Алла, это плюс. Я что-то тоже подумала, что это минус, это плюс. Да, это плюс. Сейчас, я тоже решил, короче. Да, смотрите. Вот я добавил черного меда, да? Смотрите, сколько здесь? Немножко блик. Минус 235, минус 242, 243, пошел ОВП в минус. А я сейчас плюс 297, обалдеть. Представляете, кто это такое? Минус сколько? Минус сколько? Записываете, да? Да. Минус 255. А ты сколько добавил-то, чайную ложку или сколько? Да, столовую ложку. Четыре. А, столовую. 264. То есть, смотрите. Получается, то есть плюс 200, да? Это кислота. А стало минус 300 почти. О чем это говорит? Она, во-первых, черный мед, во-первых, нейтрализовал все ненужное, все плохое в воде. Во-вторых, он еще и зарядил ее. Что такое ОВП? ОВП – это окислительно-восстановительный потенциал жидкости, да? Ну, в основном жидкость, там соль и так далее тоже все меряется, ОВП. Что это такое? Это способность этого вещества отдать свои электроны. Для чего? Для того, чтобы получилось антиоксидантное действие. Помните, я всегда рассказывал, что такое свободные радикалы, и что такое свободные электроны, и что такое антиоксиданты. Так вот, это наглядно показывает. Ну, нету, ну, нет этого препарата, ну, нету. Ну, вот сейчас вот мы сделали, да, новый препарат, мощный, экстракт люцерны. За двое суток, условно говоря, там сотни тысяч лет, как будто прошло, это, ну, так, мумификация экстракта люцерны получается. Все, наверное, слышали, там когда-то ироконт был в 90-х годах, такая мощная тема, очень-очень классная, там вообще давление в норму сразу приводит, там все остальное. Ну, ну, я прямо вот надеялся, ну, что у него ВВП будет минусовой. Ну, нет, ну, нет, не минусовой ВВП. Нет у него такого мощного действия, мощного антиоксидантного действия. Черный мед, это уникальный вообще продукт, он минусовой ВВП держит всегда. Хоть открытый, хоть закрытый, хоть в холодильнике, хоть на жаре, хоть где. Воду наливаешь, минусовой ВВП. И поэтому самое оптимальное сделали, сегодня мне сделали образец вот этого вот препарата, экстракта люцерна с черным медом. Самый-самый мощный, мощный препарат, ну, с черным медом получается только, только с черным медом. Потому что черный мед единственное на свете, наверное, такое, что минусововый ВВП такое дает. До минус 500 доходит. 500, это прямо вот, замеряешь, когда сам черный мед, там 500 минус, представляете? Но есть, есть 250, 300, 500, ну, по-разному играет. Это за счет того, что как раз там вот эти все ребята, археи, которые находятся там, они это и делают. Ну, в теории точно не могу сказать, но, скорее всего, потому что черный мед, он всегда работает, он всегда живой. И все время вырабатывает вот эти свободные электроны, это для того, чтобы наш организм всегда получал антиоксиданты вот эти. По идее, это все должно быть в нашей воде. Вода такая не должна быть, вода должна быть минусовая. Если с родника берешь, и она минусовая, люди должны с родника пить воду. Ту воду, которая родилась, которая вот так об камушки бьется, когда льется, и она заряжается. У нее минусовое ВВП, у этой воды должен быть. То есть, талая вода, кстати, я что-то даже не проверял, талая вода, интересно, минусовой, нет. Ну, вообще, говорят, что талая вода, минусовое ВВП тоже, да, которую вода растаяла. Здесь, кстати, да, можно с комментарием сейчас в Матриану, здесь интересный комментарий от Гульшат, да, вот спрашивает. Хоть и замороженный черный мед минусовой будет ОВП. Еще даже лучше. Да, что еще ниже получается показатель, минус еще больше, поэтому тоже ради интереса. Еще мощнее, да. Да, еще мощнее, у нас там партия какая-то переморозилась, мы решили ее проверить, а ОВП-то он потерял или нет. Нет, даже еще сильнее стал ОВП минусовой. А я о чем говорю? Черный мед, это... Вот здесь вот все партнеры же у нас находятся, да. Почему я сегодня показал ОВП-метр? Потому что сейчас ОВП-метр выставим мы на сайте. Достаточно, чтобы человеку доказать эффективность, да, вот он пришел, вы можете показать, объяснить сначала, что такое ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. И показать воду. Любую воду, которую они пьют, самую крутую, могут принести свою воду там или свой препарат какой-нибудь. Вы можете показать ему, сколько у него ОВП, у этой водики, у этой жидкости. Ну, обычно из-под кранов любая минеральная газированная, суперфильтрованная, обратный осмос там, хоть что, хоть что там будет, обычно он плюсовой ОВП. И черный мед наливаем, и на глазах он становится минусовой. И насколько минусовой, я сейчас показал примерно. Это еще даже можно, я сейчас оставлю, оно постоит чуть-чуть, может быть и еще больше будет минус. Он уже вон там 300. Вот. И что интересно, у нас вот даже есть на работе вода там плюс, плюс 1600 что ли было. Он даже эту воду в нормальном состоянии приводит. Чуть-чуть больше черного меда надо просто. И вот когда клиент приходит, чтобы убедить, можно просто вот ОВП-метр засунуть в черный мед и показать его. И человек, даже если не понимает, что такое окислительный восстановительный потенциал, он все равно загуглит, посмотрит и поймет, ну, что это такое. И это реально уникальная вещь. Это реально уникальная вещь. Минус. Еще дальше идет минус. Вот он стоит и минус идет дальше, представляете? Вот. Поэтому сделаем на сайт тоже сейчас ставим ОВП-метр, чтобы всем были доступны они. А то я вот сейчас искал, искал, это очень проблематично. Большую партию сейчас заказали. Там в наличии около тысячи штук сейчас есть. И можно их тоже брать. Ну, в пакет в основной там надо брать. Потому что ОВП – это самый основной показатель эффективности препарата нашего черного меда. Руслан Рамильевич. И тут тоже ты сейчас начал это все делать. Я тоже начал делать вот это. Вот у меня тоже ОВП-метр дома. Я нашел черный мед. Тот самый первый черный мед, который был у нас. Он у меня стоит там в этом шкафчике. Я цветы поливаю. А почему этот? Потому что у меня вот этот уже заканчивается. Который премиум, который питьевой этот весь обработанный. Ну, здесь уже 200 с лишним было. И я этот... Не достает он. Потому что мало чем осталось. А вот старым, старый-старый совсем, показывает пока минус 200. Ну, почти минус 200 там с лишним. Ну, достаточно. Минус 70 даже достаточно уже, чтобы прям организм заряжать. Ну, и вот я тоже воду налил, кстати. Воду банаку налил сейчас. И у меня показывает плюс 290 показало. Это обалдеть. Плюс 290, я 2 чайные ложки добавил. У меня сразу минус 160 стало. Ну, и дальше получаться. Получаться я как бы ладно, броя не стал. И стал пить начал. В общем, что он делает вообще? Ну, говорят, что это окислительный, восстановительный потенциал. Там что-то, что-то. И как бы наглядно я это смотрю. Он прям очень быстро реагирует на работу наших кровеносных клеток. Он их заряжает. Вот сейчас с людьми долго много общаюсь. То есть каждый день с людьми, каждый вижу больных людей, каждый день вижу эти анализы крови, каждый день всякие-то эти замок. В принципе, люди у нас уже настолько болезнь, вот допустим, определенный вид болезни идет определенная психосоматика, определенный уже выраженный, активный какой-то образ жизни, манера общения. Манера действий, манера мышления, манера даже одежды, понимаете, определенные болезни вот так вот реагируют через наш мозг. Здесь вот тоже нужно, важно. Не только здесь, конечно, черный мед. Я прям всегда, когда показываю, у меня уже инструментально уже в голове рисуется, что нужно этому человеку. И благо у нас все это есть. Мне это очень нравится, что это у нас есть. То есть есть у нас, допустим, вижу белок в плазме. Это белок в плазме, который между собой связывает эритроциты, нарушает кислородное голодное организм. А это что такое? Это закисление крови, это нарушение кровообращения. Это быстрая, быстрая старость. Неважно, сколько вам лет, 19 лет вам или 80 лет, понимаете, тут эти работы органов работают, и у вас кровь держится в соответствующем режиме, то есть в хорошем режиме. Если у вас получилось, вот сейчас, сейчас, вот вы займетесь собой, научитесь содержать свою кровь, кровь свою в порядок держать постоянно. Вот, научитесь вы, органы функционируют хорошо, чтобы у вас вовремя открывался, там, ток желчи дала, там, поджелудочная железа вовремя давала ферменты, там, приемы пищи, там, мясо переваривалось, там, все это, если все это постоянно будет активно, то у вас и кровь будет хорошей состоять. А если кровь будет хорошей, то у вас не будет никаких проблем, вообще никаких метастаз, кист, там, миоматок не будет, артритов, артрозов, да и ничего не будет, ничего не будет. Даже если травмы какие-то где-то были, то, естественно, нужно там, где-то ударили голову, там, ударили, перебили сосуды, но, естественно, там, что-то нужно делать, там, потрогали, там, пошевелили, пьяхки поставили, там, может быть, хиджаму сделали. Если сустав вылился, где-то вправили его и так далее. Ну, это отдельная история. А базовое наше отношение к своему здоровью такое должно быть, чтобы все полностью хорошо функционировало. Естественно, нужно всегда, чтобы у нас работало все. Почки, значит, убирали все закисление, что касается, допустим, кристаллов мочевой кислоты, чтобы мясо хорошо переваривалось, нос хорошо дышал, чтобы дыхательной ацидозы не было, чтобы метаболического ацидоза не было, чтобы детьми излишней путей не было. Естественно, мы никогда не сможем жить спокойно. Ну, человек, он создан из проблем вообще, если что. То есть, ну, естественно, мы же не живем в каких-то храмах буддистских, где каждый друг друга любит. И, ну, каждый день вот это все меняется. А еда-то не меняется, привычки не меняются. Он как ел в пять лет баранину, ну, баранин, ладно, пускай как ел там говядину, манты каждый день там это. И он уже в 55 лет старый дед уже, понимаете, потому что у него уже давно этих ферментов нет для переваривания пищи. У него уже давно желудок не работает, потому что там кислоты не хватает для переваривания этого мяса. И он уже в 55 лет как старый дед, потому что кровь кислая и весь в морщинах находится. Потому что кислая кровь дает сильное нарушение кровообращения ткани кожи. И отсюда появляются морщины. Морщины появляются только из-за плохого кровообращения. Но появляются вот такие, кстати, много черевеев уходит из Киргиза, рассказывает на сцене. Там много-много у них там, у кого, да, из глаз, там, из ушей, там, пучками все уходит. Потому что они классно же с детства кормят, кормят, а кислая среда сохраняется, а желчь там не работает. Вот они там и каждый день их там подкармливают, и идет интоксикация крови. Как люди, это очень опасно вообще, опасно на самом деле. Они в своей жизни живут там с червями внутри, когда они там манипулируют человеком там. Там лямблии всякие там. Человек сам, бывает, не хочет есть, вернее, знает, что ему это вредит, а идет, живет. Почему он живет? Потому что уже через центральную нервную систему, уже через эти вибрации, уже и лямблии просят сладкое, грибы просто сладкое, лямблии просят там молочного, там, эти, просят там, это. Вячеслав Ильич, сейчас пока отговорим. Налил я этот, наш люцерный экстракт. Смотрите, вот, ну максимум, что добиться получилось. Минус 40-200. Ну уже, уже, уже хорошо своими продуктами. У нас наши среды, наши среды человеческие, минус 70, ну чуть-чуть недобор здесь. Ну вот, ну что не делать, все равно недобор. Минус уже хорошо, да, но недобор немножко. И не получается, вот только, блин, ну только получил, а минус 49 уже. Ну, минус 49, минус 50 я тогда смотрел. Только смешав с черным медом, у него ОВП прям мощный становится. Только так получается. Давай дальше. Вот это вот, кстати, подумать надо, до минус 70 прям, что прям у нас прям растворялось внутри. Ну это вот оборудование сейчас допустится, когда там экспериментируют, уже будем, когда уже профессионально. Ну это я так утрирую, это логика просто сработала. На самом деле, минус 48, оно так же усвоится. Это не плюс же, это минус. А минус он легко. Он же оттексидан, он наоборот сейчас будет с кислотой убирать все это закисление. Если, чтобы вы понимали, самая чистая вода, которая у нас на планете, это в Байкале же, в Байкале минус 80. Вот, там идентичны наши крови, в принципе, по этой, по концентрации. Ну, по этой специфике вообще, вот, то есть ее можно вливать даже, у нас их нормально будет. И вот, если эту воду, естественно, когда разливают по бутылкам, она уже теряет, она плюс уходит. Что самое интересное, вся вода, которая есть в специальном оборудовании, препараты сейчас там делают, которые делают воду именно вот УВП, минус УВП, ну, максимум на три дня. На третий день это примерно минус 70, там, водичка там, ну, все равно минус. Первый, допустим, первый день она будет минус 300, второй день там чуть меньше, третий день совсем маленькая. И я просто общался с теми людьми, которые занимаются этой водой, они заинтересовались нашим продуктом, как раз-то потому, что высокие, они хорошо очень знают, что такое УВП, и, потому что высокий в минус УВП, и он никогда не падает, что интересно. Вот, ну, что, стояло, стояло вот это удобрение, и то минус 213 удобрение, вот оно. Ну, я ее удобрил, у меня пальма растет рядом, я ее чик налил водички и это залил. Это вот самый первый чик, сколько он лежал у меня? Он уже сколько, два года стоит в этом тумбочке, вот он, минус 214, еще растет УВП. Это, как бы сказать, самый-самый первый, тот еще пропомнишь, дядя Геннадий Геннадьевич, продукт, который... Да, еще нет, недоработанный. Ну, минус 102 УВП уже. Вот пока разговариваем, одна капля черного меда уже минус 102 УВП сделала, представляете, с минус 40. Удивительно. Когда я об этом говорю, у меня мурашки бегут. Ну, это реально очень круто. Где взять такое еще? Такой препарат. Я очень благодарен Всевышнему, что это вообще... Нам с Русланом Роменовичем, с Анной Александровичем, с Олегом Анатольевичем вообще эта миссия досталась. Это, представляете, насколько круто. Вообще. Я не знаю, сколько людей мечтает найти такой продукт. И вот он у нас. Это же удивительно. Да, Руслан Роменович, подключись. Чуть-чуть. Я еще одну каплю добавлю. Ага. Что-то просто отвлекает меня, пишут там партнеры. И немножко начинаешь думать и там, и здесь. И голова прыгает в эти моменты в голове. Да, интересная история у нас там, Геннадий Иванович, по поводу черного меда, конечно. И сейчас тоже люди, когда употребляют, когда дают хорошие отзывы. И начинаешь гордиться этим, что действительно занимаешься тем, что люди посредством наших знаний, посредством наших манипуляций выздоравливают и творят хорошие дела и так далее. А по поводу продуктов питания, которые сейчас есть. Ну, действительно, если посмотреть наши магазины, все концентрированное, все консервированное, вся вода упакована. Движений никаких нету у людей. Фрукты. Фрукты, если даже вы приобретете ОВП-метр, к нам приезжали профессора и так далее. То есть они проверяли наш продукт. И у одного человека яблоко было с собой. Он воткнул в него, и он яблоко показал минус 200. То есть зеленый яблоко полезное, кислое, то есть минус 200, а именно вода там. Ну, в общем, он посмотрел, и сразу сказал, так, ребята, ждите. В тот момент сказал, ждите, на вас скоро наедет фармацевтическая компания. Это было два года назад, не два, полтора года назад, летом еще. Нет, тепло было там. Помнишь, да, это сказал человек? Да, мы уже готовы были к этому. Вообще вот эти все рецепты, это все с тех времен. В СССР очень много было таких проектов, которые не получили массовое развитие, потому что, ну, не то время было тогда. Сейчас пришло то время, когда они посредством, слава Богу, хвала Всевышнему, посредством нас они будут известны людям. Потому что, ну, много очень гениальных людей, профессоров сидят, да, как курица с яйцом со своим проектом и не знают, что делать. Потому что они туда сувались, сюда сувались. Очень много опыта, что у них просто, ну, воровали проект там и так далее. Там какая-нибудь сетевая компания или еще что-то. И очень это ценно, что они на самом деле нам доверились. Ну, представляете, ну, вот просто начиная даже с черного меда, ну, вот взяли просто и дали нам этот проект, да. Там же все было сделано, я же говорил, военными. Уже сделано было все. Даже дизайн придуман был. Дали, нате, что попробуйте. И видите, сколько человек получило пользу. Тысячи? Да какой тысячи? Десятки тысяч уже. Ну, на самом деле, уже десятки тысяч людей выздоровело. Еще как быстро. Это сахарная диабета, онкология. Сами серьезные такие проблемы, которые считаются неизлечимыми вообще в официальной медицине. У нас там сколько врачей уже поверили. Я вообще в шоке. Врачи поверили, профессора разные там, академики наук, они уже поверили все в это. И все очень... Вот кто начинает разбираться в ОВП, вообще, они в шоке. Ну, не бывает такого. Вообще, ну, не бывает. Ни один препарат не дает такого результата. Кроме вот эти вот электроды суешь когда-то, ну, и временный эффект дает, там, вода заряжается. А когда, чтобы вот так вот он сам, любые жидкости минусового ОВП делал, это вообще удивительно. Минус 105 уже. Кстати, у этого раствора тоже я не проверял ОВП. Где вот эти личинки. Потом я расскажу это. Это очень крутая тема. Я уже ее пробовал, готовый раствор. Но вот хочу весь процесс сейчас сам сделать. Я же сам занимаюсь вот этим вот... Как оно называется-то? Лабораторными вот этими моментами. Мне очень нравится это. Очень круто. Вот. Давайте, может, перейдем к вопросам, потому что 33 минуты, 27 минут осталось до конца эфира. Я думаю, что очень ценно было и интересно, да, насчет ОВП метра. Потому что я удивлен, что многие не знают. Ну, мы, наверное, раньше-то мы всегда презентацию начинали с этого. Насчет минусового ОВП. Потом очень много других свойств, да, там доказательных всяких моментов появилось насчет черного меда. И мы как-то этот момент упустили насчет минусового ОВП. И не всегда говорим об этом. А об этом важно говорить. Это самый мощный эффект как раз антиоксидантный. Из-за того, что у него минусовой заряд. Он онкологические клетки нейтрализует, либо превращает их в нужные вещества, да, там вот этот процесс, там есть химические. Посмотрите, как там превращаются вот эти вот отравляющие организмы вещества в нужные, там, в соли, там, и так далее, и так далее. Элементы. Нужные элементы. Это как раз вот делает черный мед. Черный мед делает это. И выводит радионуклиды, выводит тяжелые металлы, вот это все. Всю токсичность, которая есть в организме, оно выводит. Его такое ощущение, что разрабатывали на случай, там, какой-то катастрофы ядерной, да, и чтобы можно было восстановить всю планету. То есть себя восстановить, чтобы человек мог. Оно же как законсервировано же, оно, получается, под дном находится, этот бункер сапропелля, да, законсервировано, там, вода еще, там, если ядерная зима, то лед еще будет. А потом, когда уже очухаются немножко, да, там, можно достать его будет и восстановить землю, восстановить здоровье, восстановить животных, и так далее, и так далее. Ну, это чисто предположение, но имеет смысл. Смысл имеет. Для чего и придумывали в Советском Союзе, скорее всего, этот препарат-то черный мед. Для этого, наверное, и придумывали. А таких, если, различных изобретений очень много. Но, опять же говорю, по эффективности, ну, черный мед самый лучший. Ну, тут не поспоришь, ничего не сделаешь. Это живой продукт, он, он, как будто, у него есть свой интеллект, как будто, он знает вообще, что делать, как делать, там. Я же говорю, первый раз, когда я туда заглянул, когда его дали, он такое ощущение, что с тобой разговаривает черный мед. Он как, ух. А я еще один раз в ванную испытание проводил, налил прямо там из канистры в ванную, прямо концентрат черного меда и погрузился туда. Это вообще все, это не, это, необъяснимое ощущение. Необъяснимый, вот честно говорю. Очень крутая тема. Поэтому, а что хотел сказать. Тоже забываем, что наружнее можно в ванну наливать его несколько ложек. И тоже, и лежать в ванной можно. Ну, вот, снаружи он тоже работает очень эффективно. Через клетки кожи он попадает и как раз разгружает вот эту лимфатическую систему, всю периферическую. Это, кому интересно, почитайте, там, ванны по Залманову, там, вот эти вот скипидарные и так далее. Оно примерно схожий эффект капилляротерапии. Именно вот это все разгружает тело. И, ну, такой заряд очень хороший с утра, если полежать немножко прям. Лишним главное не перележить, а то спать охоту будет. А чуть-чуть полежал 10 минут и бодряк. Также суламиф, наша соль, да, для ванн, реликтовая смесь. Тоже очень мощная тема, там, всего там достаточно. Тоже долго не надо лежать, прям 5-10 минут полежать и все. И получаешь там мощный заряд. Лишнего лежишь, тоже спать охота, я уж пробовал. Вот, давайте вопросы. Есть вопросы какие-нибудь там, Анна Александровна? Сейчас, сейчас. Почему тошнит после приема черного меда? Ну, давайте я это объясню, это я много раз объяснял. Потому что, посмотри, потому что формируется камень в желчном пузыре. Один слой. Да, смотрите, тошнит, когда пьешь черный мед и тебя тошнит, это значит проблемы с клапанами желудка. Когда черный мед должен уйти в кишечник, он не уходит, бултыхается там. Бултыхается в желудке, и там пониженная, скорее всего, кислотность. И, скорее всего, там и гастрит, и все остальное. И поэтому нужно пить бальзам Кошелева. Он восстановит полностью желудок, восстановит привратник желудка. И тогда он вовремя будет открываться, закрываться, когда надо. Он просто там вот отекший вот этот вот, где привратник, он там отекший, он там спазмированный. И вовремя не уходит еда. И из-за этого же и рефлюкс вот этот вот происходит. Потому что клапана вот эти не работают, они неправильно работают. И был вопрос как раз. Единственное, единственное, с осторожностью, не с осторожностью, а маленькую дозировку надо пить. Знаете, когда? Когда очень мало слизи. Ну, вот защитные, вот есть слизи, эндотелий, да, вот этот, где есть вот этот слой ворсинистой желудки. Если он очень тонкий, очень чувствительный, то нужно маленькими-маленькими дозировками пить бальзам Кошелева во время еды. И он постепенно восстановит это все. Восстановит постепенно. И вам обязательно нужно попить бальзам Кошелева сейчас. И черный мед его пить перед сном. Весь день пьете бальзам Кошелева, там все восстанавливается потихонечку. А перед сном выпиваете черный мед и ложитесь спать. И все. И он уйдет в кишечник и нормально отработает. Не будет тошнить, там все остальное. Это как раз вот тот момент, вы тот человек, у которого вот так происходит. И у вас, скорее всего, малоэффективен он черный мед. Потому что он не уходит. Он, ну, вот, бултыхается там в желудке и все. А смысла нет никакого практически. Поэтому вот попейте бальзам Кошелева, и тогда он быстро будет работать черный мед. Да, у нас вопрос от новичка был. Я думаю, что, ну, новички у нас, кстати, на каждом эфире есть. Где-то больше, где-то меньше. Нет, скоротой. Вопрос, какие болезни лечит черный мед? Вот так, чтобы заново не начинать все эфиры. Какой-то ответ давайте дадим всем новичкам, которые к нам подключаются и будут смотреть в записи. Давайте, давайте, давайте я скажу туда. Смотрите, как туда. Чтобы понятно было, что как, вот, какие болезни лечат черный мед. Вообще, формирование болезни, наша такая интересная ситуация, что болезнь там формируется, где засядет наша патогена микрофлора. Вот смотрите, почему вот так интересно получилось с нашим ковидом? Почему были все врачи в недопонимании, как же получилось так, что у всех все по разному проявлению этого было ковида? Почему кто-то, у кого-то был инсульт, у кого-то печень, у кого-то нога заболела после ковида, у кого-то бессимптомно как-то этот ковид проходил? Ну, чаще всего была пневмония, чаще всего там нарушение, ну, потеря дыхания, потеря обоняния, ну, вот этого всего. Потому что страдал у всех, у всех практически есть лимфостаз. Лимфостаз, вот он шеи, да, лимфостаз был. То есть и тем самым нарушение было кровообращение головного мозга, отсюда страдал головной мозг. И тут потеря была вкуса, потеря была именно вот дыхания и так далее. И где в организме есть определенная проблемная зона, там и, где нарушение кровообращения, там и случался тот именно кризис. Да, чаще всего почему пневмония? Потому что диафрагма задиралась, пережимала сосуды и легких, и отсюда вот эта все болезнь заформировалась и так далее. То есть те, почему я сейчас, когда в начале нашего разговора сказал, что вот так и формируется, говорю, ковид. Так вот ковид любит таких больных, говорю, когда плохое пищеварение в организме, когда много белка в плазме, когда много всякого биологического мусора, который связывает между собой ретроциты, нарушает кровообращение. А если еще добавить сюда вот террактивный белок, если добавить сюда еще вот этот вирус, который был в виде ковида, то все, кровь встает просто, она встала, кровь. И там, где и так было плохое кровообращение, тот орган просто происходила резкая деградация этого органа. Там у кого-то нога, у кого-то рука, у кого-то, ну вообще все же, все по-разному, все приходят пациенты. У меня после ковида плечо болит, у меня после ковида там у кого-то инсульт, после ковида кто-то вообще ушел быстро с этого мира. У кого проблемы были, именно вот наш мэр Сталитамака, ну, большая задачность там такая, он сразу чик и все, и у него там умер, он быстро там ковид пришел. Понимаете, потому что кровь была не подготовлена к этому. Кровь, она была и так закислена, а тут еще бац, накинулся вот этот резкий закислитель, который вообще остановил аэритроциты, иммунные клетки встали все в организме, да. Что он делает вообще, черный мед, что он лечит, понимаете. Куда мы его направляем, для чего мы делаем. Вот написано там катаракта там. Отдельно глаза никогда не могут болеть, поймите. Отдельно уши никогда не могут болеть там. И вот я как говорил, там большой палец правой ноги тоже, ну, к примеру, вообще, где нарушение кровообращения, там и болит. Все, вроде как бы понятно и логично. Но как туда все это организовать? Черный мед, самая большая эффективность нашего черного меда, что он двигает лимфу, что он начинает ее двигать. Я же говорил, раз, если новички есть, я уже несколько раз говорил про вот такие у нас 4-3 трубы, да, идет. Вот синяя, допустим, это вена, красная это артерия, вот это, допустим, лимфатический синус там, то есть, вот, и это кабель, кабель, который пережимает, это наш нерв, да. Вот, и посредственно того, когда у нас нарушение идет пищеварение, вот, когда мне говорят, слушай, у меня щитовидная железа. Ты говорю, так у тебя проблемы, говорю, с желудком, говорю, а откуда вы знаете? Я говорю, ну, просто так щитовидная железа не начинает болеть, понимаете, когда кровь закисляется, когда в крови много патогенов, когда метаболиты, метаболиты, это именно те бактерии, коки, там, и лямбли оставляют свои пищи уткакают, там, вот, и когда они погибают, когда непереваренная пища, кристалла мочевой кислоты, холестериновые кристаллы, это потому что нарушение оттока желчи и так далее, и так далее. Все это бросается в какая-то часть, выходит в кровь, в плазму крови, в лимфу, и вот эта вот лимфа начинает затекать, вот эта канализация пережимает приток и отток, понимаете, всего, во всем органах приток и отток, потому что лимфа вздулась, лимфа оттекла, труба наполнилась, и, соответственно, прижала приток и отток. И это когда что-то болит у вас, это давление лимфатических синусов на рецепторы боли, это оповещение вашему организму, что что-то нужно в этом, вот, в области колена, допустим, что-то нужно делать. Там отек, там воспаление, и там формирование каких-то именно разрушающих действий, там, бактерий, что-то развивается там. Также здесь, допустим, шея, голова и так далее, допустим, даже если взять, если я уже затронул тему, щитовидной железы, то есть все, что не переварилось, у нас же и лимфатическая система по всему организму, вот эти четыре трубы, так скажем, четыре вот этих, они по организму везде идут, сетка, сетка идут. У нас все стоит из этих четыре трубы, все, иннервация, кабель, там, лимфоотток, это канализация, которая забирает плохое, там, то есть вот эти отработанные клетки, вена насыщает кислородом, питательными веществами, там, ой, вена, говорю, артерия. Что-то отправляет в лимфу, слышно меня, да, Кирилл Михайлович? Да, слышно. Что-то отправляет в лимфу, что-то выводит, естественно, способом, там, с кишечника и так далее. Все идет вот отсюда, идет, вот, подключичный, вот, лимфоузлы. И когда все это затекает, когда она, вот эта лимфа, пережимает сосуды, питающие щитовидную железу, щитовидная железа уже так не функционировала, она уже не работает. Гормонообразующий орган перестает вырабатывать определенное количество гормонов, которые он должен вырабатывать, потому что не хватает туда притока крови, у него притока и оттока не хватает, поэтому функциональность теряется, понимаете. Что делает черный мед? Черный мед, когда попадает внутрь, он же обладает антиоксидантом, то есть не антиоксидантом, то есть ОВП у него высокий, он разъединяет эритроциты, то есть эритроциты не склеены вот так вот идут между собой, как виноградными гроздями, как они магнитными столбиками, а он расчищает, он дает им ту энергию, тот потенциал, и они начинают разлипаться, отсоединяются и начинают насыщать кислородом, да, и черный мед двигает лимфу. То есть она где-то стояла, зажала сосуды, пережала сосуды, а она начинает двигаться, двигаться, и эта лимфа начинает, естественно, то есть плазме, протоплазме, лимфе нельзя стоять. Где она застаивается, там формирование патологии, формирование болезни, вплоть до того, что и метастазы и так далее, и так далее, все остальные, все вот эти болезни. Кровь разжижается, кровь, ну, она как разжижается, лимфа двигается, дает кислород, то есть отпускает нервы, улучшает кровообращение посредством того, что начинается, лимфа сдвинулась, дала ход крови, понимаете, вот. Но здесь важно, конечно, подключить еще и работу органов, так как должно работать, а то желчи, вот же у нас урса черный мед, но который нужно держать в холодильнике, перед сном пьется, скидываем желчь, чтобы у нас желчь, это щелчь, это мыло, которое смывает всю грязь в кишечнике, без него лямбли начинает развиваться, без нее коки начинает развиваться, без нее бактерии, черви, а если желчь идет в кишечник, то значит, у нас там, они неблагоприятная среда для обитания этих всех патогенов, всех этих неприятных наших жителей, понимаете, вот. Но если это не происходит, то желчь идет в желудок, меняет концентрацию желудка, желудок не переварится, и плазма опять загрязняется. Наша задача все это организовать, разгрузить 12-перстную пищу, чтобы поджелудочная железа отпустилась, чтобы ферменты поджелудочной железы давали нам в кишечник все необходимые для переваривания нашей пищи, понимаете. Все это делает черный мед. Он убирает патогены, он убирает дисбактериоз, он убирает грибы, то есть создает ту неблагоприятную атмосферу в кишечнике, чтобы вот эти жители там развивались и жили себе спокойно. Выводит ее, естественно, способом, понимаете, да. И закисление уже становится гораздо меньше, они уже меньше там. Ну, вы же сами знаете, когда черный мед пить начали, дисбактериоз пропадает у людей, то есть у вас пропадает, понимаете. Это о чем говорить, что это газы уходят, это газ тоже, метан, там всякие газы, которые отравляют наш организм, что вот эти бактерии уходят и так далее. И кровь становится более подвижной, активной, и оно доносит кислород, и формирование болезни исчезает. Как нужно болезнь убрать? Организовать там приток-отток. Почему почки сохнут? Потому что лимфоузлы вздулись, пережали питание почки, и питание почки, там приток-оттока нет, конечно, она высыхает. Гемодиализы там сейчас вплоть, вплоть, ну, много очень кому делают, понимаете. Вот. А что? А если лимфу сдвинули, лимфоузел, он снял отек, отжал сосуды. То есть сосуды начали функционировать, питание почки улучшить. Почка заработала, и это сейчас вплоть до ряда. Он в Казахстане там бабай там все уже пьет, там врачи не верят, что он с гемодиализа сошел уже. И сколько таких ситуаций там, я слышу. Я уже даже немая начал обращать. То есть, ну, это факт, факт. Люди сами говорят, если здесь есть он, то пускай напишет. Вот этот Казах, он там баба этот, мусульманин. Вот. Вот так работает черный мед, понимаете. Он двигает лимфу, разгружает. То есть, как можно сказать. Это нас попросили, вы сделайте черный мед, либо вот как шампунь, либо для женщин, а это для мужчин, два шампуня вида. Вот так. А у вас черный мед как будто от всего. Ну, реально, если он работает, как и для щитовидной железы, как и для работы головного мозга, как и для улучшения потенции. Потому что убирает воспаление в кишечнике. Потому что если воспаление в кишечнике, смотря в каком отделе, допустим, если они в области почек у вас, кишечник воспаляется. То есть, вот он же, почки лежат на кишечнике, на толстой кишке, на тонком кишечнике частично. И если есть там сильная интоксикация с кишечника, то почки, отравление постоянно получают интоксикацию, понимаете. Но если снять интоксикацию с кишечника, почки перестанут получать от этого токсина, и они начнут нормально функционировать. И лимфатические узлы там будут хорошо функционировать, двигаться лимфа будет. Чем и занимается черный мед, понимаете? То, что он разгрузил, убрал интоксикацию, вытащил все это, организовал работу притока этого крови, вылечил, соответственно, почки. То есть так же касается и нижних отделов кишечника, когда сигмовидная кишка воспалена, когда восходящая ободочная кишка, когда они воспалены, дают интоксикацию в области кисты, яичников, простаты, воспалительный процесс. Это всякие формирования эндрометриоза, формирование, ну, сейчас перечислять, много болезней там всех этих, аденомопростаты и так далее. Все это из-за нарушения работы нижних отделов кишечника, понимаете? Все, ну, здесь, конечно, и свечи есть, мы тоже это предусмотрели. Здесь, конечно же, и черный мед, и работа желудка, чтобы быстро, быстро оккупировать болезнь, быстро ее убрать, устранить, чтобы вы спокойно начали жить и радоваться ей. И черный мед, мало того, что он еще и псориаз, и снаружи, и внутри, то есть и баринозерматиты, что касаемо любых там заболеваний, даже есть заболевания ихтиандра, понимаете, что касаемо кожи, помните фильм ихтиандра, потому что, когда чешуйками покрывается там, допустим, человечек, это все связано с грибной культурой, все связано с бактериями, грибами, то, что в организме, с лимфатической системой, где формирование потисоточное, это значит, там нарушение состояния только лимфы. Лимфа не убирает эти мертвые клетки, понимаете, все это нужно организовать, приток и отток туда, туда, здесь, если где-то чешется, значит, там кислая среда, там не минус 70 УВП кровь, а там плюсовая кровь, поэтому она и выходит, естественно, способом через кожу, потому что ей некуда зеваться, она прямиком ищет выход, это такое, знаете, нас Всевышний так предусмотрел, ванная не внутри, а наружу все уходит, понимаете, вот, поэтому черный мед здесь, он, знаете, как базово, базово, он дает жизнь, то есть резко сдвигает лимфу, то есть поэтому здесь каждому своя доза, то есть у кого именно онкология, как он по онкологии работает, потому что он убирает ту среду, в которой формируется онкология, он лимфу сдвинул, все, там лимфа пошла, туда организация иммунных клеток пошла, понимаете, а если иммунная клетка пришла, то она забирает болезнь, она уничтожает, она уже быстро-быстро-быстро утилизирует ее, все, она создает жизнь, то есть почему цветы растут, почему там животные там, потому что обогащение идет, питательные вещества, в которые раковая клетка жить не может, просто северная, она жить не может, она погибает, она нейтрализуется, исчезает, и работа иммунной системы там активируется, ну, если вы еще и снаружи темашки, еще и внутри, то это будет гораздо быстрее, если еще плюс добавляете следующие продукты, я, допустим, в свое время начал, у меня дисбактериоз тоже был, там, и с гемоглобином проблемы и так далее, про простые черные меда премиум, вот таким я премиум сделал, мне понравился, а потом уже начал подключать все остальное, а мне помог сразу премиум, ну, я про себя скажу, некоторым люкс помогает, люкс почему-то, он для меня был сильный, я хочу сейчас все раз попробовать его, как он сейчас будет работать, скорее всего, будет двигать лимфу быстро, потому что люкс это мощный, для меня был сильный, мощный. Люкс он очень мощный, потому что я помню, там, наша Наташа, королева черного меда, его выпила, там, ну, нормально ей было, прям, хорошо встало, она по привычке там 4 ложки шарахнула, а его нельзя так пить. Кстати, я сам сейчас 2 столовые ложки сам выпил сейчас до этого, и сейчас в процессе, когда разговаривал, премиум простого. Так вот, друзья, Руслан Роменович, наверное, закончил уже, да? Еще там один вопрос, Анна Александровна. Можно было долго рассказывать, я просто не знаю, что еще, ну, много можно рассказывать, поэтому здесь я как бы примерно объяснил, я думаю, для кого-то это все-таки понятно стало. Не всем всегда все понятно, даже студентам непонятно, когда я им физиологию рассказываю, когда я им уже картинки уже открываю, показываю на телефоне. Вроде вы студенты, вроде вот только-только это, учитесь же, вы должны быстро вникать. Нифига, нифига, ну, приходится несколько раз одно и то же говорить, чтобы люди понимать начали. Но здесь тоже так же, как бы и на обучение. Все нормально, что касается студентов. Два вопроса, да, еще, я их оба озвучу, там, с какого там проще будет начать. И все, вопросов больше нет, и давайте уже, наверное, сегодня не будет, потому что будет очень долго. По поводу хронического ларингита у взрослого, кроме черного меда и бальзама кошель, что еще можно добавить? Я бы тут порекомендовал обязательно соль живую. Ее, смотрите, вот ее как покупаете, ее там прям много, это чтобы прям для всей семьи запас был. Каждый раз после еды надо обязательно один грамм соли рассасывать, это мы подсаливаем лимфу. Таким образом, вот эти все как раз от ларингита там, ну, все, что связано с сухогорлом носом, как раз отрабатывает очень хорошо живая соль. Там еще бетулим в составе, там еще черный. И оно прям вот в лимфу прям конкретно попадает, когда рассасываешь ее на языке и сглатываешь. И еще какое большое преимущество становится, вот лимфоциты как раз те, которые киллеры клетки, они должны вообще в лимфе работать. У нас понятно, что они в крови работают, потому что там у нас везде свечи, да, у людей. И в стенках желудка, в стенках кишечника, и все в кровь попадает, в плазму крови, да, все патогенные вот эти микроорганизмы. И лимфоцитам приходится работать в крови, а хотя они должны в лимфе работать, а в лимфе там они вообще не разберутся, потому что там застой конкретный. А вот соль, она подсаливает лимфу, и лимфоциты там очень хорошо работают, очень хорошо выполняют свою функцию, вот убирают вот это вот, чистят они все, уничтожают патогенные, и застоек не будет. Это вот обязательно. Ну, а так, черный мед, петия и бальзам кошелева, это в любом случае, это желудка, со стенок желудка, все идет, вот, ну, и доходит до туда, до этой части. И, естественно, серьезные спазмы там, скорее всего, в шейном отделе, то есть гипоксия в голове идет, вот на это обращайте внимание, это НЗТ, брызгать в течение дня под язык можно добавить. Добавить, тоже там, кстати, столько отзывов положительных по поводу НЗТ, ну, неожиданно, кстати, ну, вернее, я-то это знаю, но когда отзыв приходит, там, да, после инсульта восстановился, человек НЗТ только брызгал. Удивительно это, на самом деле, ну, там, удивляюсь, да, ну, как-то не верится, что ты в этом участвуешь, ну, в таком вот масштабном, на самом деле это очень ценно. На НЗТ некоторые черный мед, кстати, вот, ларингит, кстати, НЗТ. Здесь же, что мы первым делаем, делаем, почему зубы чистим? Мы убираем слизь, которая скопилась, да, начать, это грибы, это все остальное, там, бактерии, и это самое важное, на самом деле, потому что вся вот эта слизь идет потом в голову, вот, и важно скинуть, убрать. Есть, у меня дома даже чистилка языка есть, который, там, скидывает налет, если какой-то есть, там, вот, и пшикалка, я с утра, у меня, она обязательно стоит. Единственный момент, что водичкой нужно сполоснуть рот, потому что это же все-таки кислота, и не всегда комфортно для десен. И также касается, что я что-то научился пить бальзам, кушал его прямо в чистом виде, но понимаешь, что это кислота, и десна становится рот. Не повторять в домашних условиях, а ранимым профессионалам. Да, ранимые десна становятся, и как-то неприятно, поэтому лучше с водичкой разбавляйте и пейте, вот, даже если у вас зубы не свои, десна страдают, вот. Так, ну что, нам завершаться, а время туши. Классный способ, да, чистить ротовую полость от вот всего, что сейчас Руслан Ромильевич рассказал, Геннадий Геннадьевич его рассказывал, это масло, растительное масло, масло. Не мое, да, подержать во рту, и сколько-то минут, да, сколько выдержите. Тоже очень, ну, попробуйте, вы увидите, что там выходит, тоже очень классно. Да, 20 минут прямо. Ну, давайте, тоже, наверное, да, слышно меня? Да.